По вопросу упразднения Арцаха гражданское общество присоединяется к властно-оппозиционному тандему. Ряд общественных организаций, Фонд демократического развития, Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества, Клуб журналистов Аспарес, Объединение информированных граждан, НПО «Реальный мир», Центр развития права, защита прав без границ, Мирный диалог, Коалиция во имя борьбы за мир и равенство, Центр поддержки женщин, Образовательный центр во имя равноправия, Клуб публичной журналистики, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Антикоррупционный центр транспаренсии Интернешнл, Региональный центр демократии и безопасности распространили заявления в связи с выступлением главы Европейского совета Шарля Мишеля после трехсторонней встречи с Пашиняном и Алиевым 15 июля в Брюсселе. Текст с традиционной самосылкой распространил рупор властей Арменпресс. Что беспокоит власть? Заявление организаций, именуемых себя гражданским обществом, является типичным проявлением сформированного Николра Басержовской власть оппозиции внутреннего консенсуса по арциахской проблеме. Суть сводится к подмене политического урегулирования арциахской проблемы и вопроса политического статуса гуманитарными задачами, хотя очевидно, что это путь к геноциду. Данные организации говорят о сказанном Мишелем, но хранят гробовое молчание о несказанном, в частности, об отрицании права армян Арцаха на продолжение тысячелетней традиции национально-государственной жизни на родной земле. Вокруг этого и сложился внутренний консенсус, право и безопасность жителей Арцаха. Арцах не может быть в составе Азербайджана, Арцах должен оставаться армянским и подобного рода тезисы в надуманной агентурной обертке. Вот корень проблемы, а не блокада Бердзорского коридора. Блокада – это одно из последствий, так же как гуманитарный кризис. Идентификация Бердзорского гуманитарного коридора и дороги из окна. Отождествление военных, случайно перешедших границу с диверсантами и прочее, многим кажется, что Мишель не знает, что происходит. Усадившие в кресло Никола достигли своей цели – внешнего консенсуса по поводу упразднения Арцаха, а алиби – внутренний консенсус, в том числе с подачи представителей гражданского общества. Шарль Мишель и никто другой не может ратифицировать незаконную блокаду Лачинского коридора, легитимизировать неисполнение решений МУС, если не будет внедренного в Армении антинационального консенсуса. Если истоком гуманитарного кризиса является блокада Бердзорского коридора, как считают представители гражданского общества, то открытие дороги через окна – вполне приемлемый и дешевый способ разрешения этого кризиса. У гуманитарного подхода железная логика, в соответствии с этим вероятно торжественное открытие дороги с раздачей на КПП азербайджанских паспортов, на условиях проезда через следующий КПП только с этими паспортами и подписанием личного признания принадлежности Арцаха Баку. Это абсолютно не противоречит заявлению НПО, методология понятна, вы тут устроили базар из-за хлеба. Получите, можете печь жангелов АЦ из нашей муки и даже его смаковать, это не запрещается. А это ваши солдаты, что будете с ними делать, не знаем. Все. Ну, значит, чудненько. Имитация гражданского общества преследует одну цель – защита рабосержанеколовского влияния и их имущества. А имущество имеет привычку приходить из одних грязных рук в другие, не мешая внедренной извне системе. В Армении нет гражданского общества, оно только должно сформироваться. Это вопрос ни одного дня, но в здоровой атмосфере это произойдет быстро. В условиях национальных требований, новой системы национального государственного управления и владения собственностью появятся как партийные единицы, так и не претендущие на власть общественно-гражданские объединения. Разумеется, новые. А деятельность прежних чужеродных фейков, мягко говоря, не будет поощряться.